Я довольно много смотрю разных сюжетов в эти дни, когда проходят Паралимпиады, я смотрю о спортсменах, о видах спорта и так далее. Это очень все трогает. На самом деле, одна из моих заветных надежд на будущее, когда-нибудь поработать на Паралимпиаде, как журналисту. Потому что это сюжеты, это истории человеческие, которые рвут душу в клочья. И когда-нибудь я очень хотел бы пообщаться с этими людьми, не только видеть их по телевизору, а действительно с ними вживую разговаривать. Потому что ты пропитываешься такими эмоциями, таким вот этим вот каждодневным героизмом, что после этого ты уже не можешь быть прежним. И я считаю, что, конечно, это очень важно для страны, показ всего вот этого. Потому что мы должны, во-первых, пропитываться уважением к людям с ограниченными возможностями. Мы должны все понимать, что им нужно создавать максимально комфортные условия для жизни. И пока что мы... И я думаю, что вся эта история с Паралимпиадой, она будет стоить по-настоящему чего-то только в случаях, если это перенесется на отношение к инвалидам в реальной каждодневной жизни. То есть это важнейший момент. Очень хорошо, что сейчас паралимпийцы, паралимпийские чемпионы получают такие же деньги, как и чемпионы обычной Олимпиады. Замечательно. Это правильное, справедливое и честное решение, особенно учитывая, какие усилия приходится предпринимать этим людям для того, чтобы чего-то добиться. Но это должно нанести совершенно какой-то другой социальный, в том числе результат по отношению к... Это не просто должно быть какое-то зрелище, которое мы видим и восхищаемся этим, аплодируем этим людям. Это должно перенестись на обычную каждодневную жизнь. Продолжение следует...